Групповые пересадки орхидеи. Вы давно просили меня и решила, что сегодня самое время показать вам весь процесс непосредственной пересадки от и до момента уже готовой посадки и как это будет смотреться. Для группы я советую вам подбирать орхидеи одного и того же сорта. К примеру, в моем случае это будет Bright Summer, как мне кажется, скорее всего это такое его точное наименование, но в принципе или же схожие по окрасу цвета. Так будет более всего эффектнее смотреться уже конечный результат и экспозиция в целом. Ну а еще, что наверное не очевидно, но практически немаловажно, то что корни должны быть плюс-минус в одинаково идеальном состоянии, потому что если одна орхидейка будет хромать, отставать от первой, то это может потом повлечь за собой то, что она как минимум будет тормозить в росте. Это же означает, что она будет отставать. И поэтому одна орхидейка, что называется, станет каким-то образом угнетать другую. Мы этого добиться не хотим, мы наоборот пытаемся этого избежать. Поэтому корни должны быть плюс-минус в идеально здоровом, одинаковом виде. Такое же правило, оно негласное, но неофициальное и в принципе ничем не подверженное, но тем не менее. Старайтесь, чтобы ботва тоже была сорезмерима друг с другом. Это поможет потом вам избежать каких-то перенапаивания в момент полива, потому что, конечно же, листья не менее чем корни участвуют и берут активное участие в процессе испарения и поглощения воды. Поэтому, когда будет все в группе плюс-минус соответствовать друг дружку, то это потом поможет вам избежать всех тех хлопот, которые могут таки появиться в процессе ухода за группой орхидеи. А теперь самое важное. Горшок. В моем случае это большой горшок, потому что представьте себе два огромных самостоятельных взрослых куста. Один из которых уже может похвастаться весьма таким успешным размножением. Конечно же, вследствие мы их будем отделять и разделять, но тем не менее. То есть особи уже весьма самостоятельные и готовы к свободному уже такому взрослому существованию, поэтому горшок должен быть достаточный. Не берите слишком огромных таких вот бочек, потому что закисление грунта ведет к прямому пути. К загниваниям корней. А в непрозрачных горшках заметить это и вовремя устранить беду будет непросто. Я сейчас очень бегло показывала небольшой кусочек той красоты, которую я уже успела сотворить спустя время. Для меня это было очень важно, потому что хотелось уже показать результаты такой пересадки. И то, что растение выдержало весь стресс, несмотря на фазу цветения, которая поистине считается и неспроста уязвимой. Что растение прижилось, оно сохранило все цветоносы, все цветочки. Но об этом я хочу рассказать уже в отдельном видеоролике, касающемся конкретно этих растений. Просто решила показать небольшой кусочек занавеса закулисья, дабы вы понимали, что это реально и это никак не будет нести вред для растений. Потому что мы всегда с вами такие, ну так создан человек, что все, что ему сталкивается, с чем он впервые, все, что ему чуждо. Почему-то он воспринимает сначала в штыки, а потом уже потихоньку с осознанностью, с пониманием и приходит принятие. Кстати, еще очередным козырем таких керамических больших объемов, конечно же, является их вес. Особенно, если вы предпочтете выращивать растения, как и я, на балконе южной лучшей будет стоять большой горшок у меня на полу. Не переживайте за холод, у меня пол очень тщательно утеплен, вы можете заметить, что здесь есть ремонт, поэтому растение никак не потерпит какое-то обморожение корневой системы, систему в силу каких-то заморозков или похолодания за окном. То есть пол у меня теплый, я здесь хожу без обуви, поэтому могу судить уже по себе и положа руку на сердце, заверить вас, чтобы вы не беспокоились, что корни замерзнут. В таких больших, огромных, я даже скажу, объемах, главное не прогадать субстрата, как с его видом, так и с его количеством. Поэтому я рекомендую вам все-таки довериться старому доброму способу использования в качестве ножа керамзита. То есть как в обычных мы привыкли с вами комнатных растений, которые растут в почве земля, так и для эпифитов. Это поможет, как минимум будут корни тянуться к низу, и вода там не будет стоять, грунт не будет закисать, плесневеть и превращать всю эту среду в так называемые болотцы. Кстати, я совсем запамятовала вам акцентировать внимание на то, что субстрат у меня уже бывалый. То есть это запущенный уже механизм работы бактерий, работы микроорганизмов, работы всего живого, такого, что невооруженным глазом ты не заметишь. Но при этом все мы понимаем, что это неотъемлемые процессы, которые происходят внутри горшка и помогают бороться с развитием заболеваний вследствие непогоды. Что это значит? Грунт запущен или же система запущена. Это когда они заселены, кусочки коры, кусочки других компонентов, которые используются, полезной флоры. Поверьте, это очень важно. Поэтому я очень часто добавляю из здоровых коршков, с хорошей корневой системой, какую-то часть коры для того, чтобы она была обогащена, она была наполнена. Она ни в коем случае не была пустой, стерильной, потому что без вот этих лактов, так называемых бактерий, которые, конечно же, содержат и фикоспорин. Поэтому, если это первое применение, если это первая посадка с специализированной сухой сразу же из магазина, то ее, что называется, активизируйте. Обязательно биофунгицид поможет вам запустить начало размножения полезных бактерий и поможет их продуктами жизнедеятельности высадиться всеми незгодами и негараздами. Кстати, я хочу уже сейчас прокомментировать тот вопрос, который, наверное, многих не покидают, что растения обе, они сейчас в активной фазе бутонизации, которая в скором времени перейдет в фазу цветения. Так вот, конечно же, я сама лично советую отказаться или как минимум повременить, придержать растения к моменту уже отцветания. Но тогда случается сегодня не исключение ситуации, когда необходимо сделать эту пересадку. Ну или к моменту, например, когда вы покупаете растения цветущие, но с гнилыми корнями. В моем случае гнили корневой не наблюдаются, к счастью, но тем не менее, потребность пересадить растения сейчас у меня острая, потому что вы знаете, что коллекция моя растет ежедневно, и поэтому у меня сейчас в весенний период все те пересадки, которые уже ждали себя с нетерпением с зимнего периода, наконец-то стали осуществляться. И поэтому я не вижу повода лучше, чем сейчас заняться, наконец-то, теми растениями, которые так долго и заслуженно этого ждали. Тем более с такой корневой системой, с таким объемом корней, мы можем себе позволить сделать эту перевалку. Сегодня я конкретно и буду заниматься перевалкой. Отличие основной пересадки, то, что мы не будем умышленно, ценно-правленно отбирать у нее те кусочки, которым она так пристала, прижилась. По сути, постараемся вообще сделать перевалку, то есть убрать этот горшок и просто максимально аккуратно, старонно перенести ее в новый объем. Вот сейчас, кстати, у меня как никогда появилась прекрасная возможность всем тем скептикам, всем тем, кто переживает и понапрасну волнуется за торфяной горшочек, который находится под шейкой у орхидеи сразу с момента покупки без пересадки. Посмотрите, вот мое растение, это первая орхидейка, потом и вторую обязательно непременно вам покажу и даже не побоюсь этого слова, похвастаюсь, потому что посмотрите, там торфяной горшочек точно есть. Сейчас его, конечно, возможно, не так легко и просто просмотреть, но заверяю вас, сейчас все орхидейки раньше такого повального использования торфяного горшочка не было. Посмотрите, сейчас очень хорошо можно рассмотреть, что даже нижняя корневая система, которая чаще всего может повредиться вследствие ее изъятия из горшка, тем не менее, в моем случае такого не прослеживается. То есть корни весьма очень успешно были извлечены, ну и посмотрите, без минимальных каких-то даже механических повреждений. Вот буквально один это просто, он пристал к стенке горшка и единственное, вот ночка повредился. Но не стоит этого бояться, можно его припудрить толченым углем или просто дать небольшое количество времени, чтобы он подсох. Посмотрите, я не буду поливать сегодня растение, поэтому я ее посажу сразу. Это небольшая травма, которая не требует какого-то к себе, знаете, излишнего какого-то страха перед загниванием. Посмотрите, какие корни. Они очень шикарные. И теперь, видя всю картину целиком, понимая, что корни настолько сильные, мы можем себе полностью заслуженно использовать такую групповую посадку с дальнейшим уходом без проблем. Посмотрите, как удачно я угадала с уровнем нижним дренажным слоем. Что называется глаз-алмаз. Когда уже растение пересаживается далеко не впервой, то ты уже кончиками пальца начинаешь понимать, сколько субстрата понадобится до момента погрузки. То есть дренажный слой, потом основа и уже мульча, что легче всего. Посмотрите, обратите внимание, я даже оставила верхний мульчирующий слой, потому что он точно так же хорошо подошел поверху вровень. И вот как сейчас смотрится самостоятельное растение в этом большом коршке. То есть она занимает ровно одну-вторую от объема целого коршка. Нам очень важно это просчитывать заранее, еще на этапе подготовки. Потому что потом уже нас попросту не будет возможности подкорректировать и исправить ситуацию в ту пользу, которую мы, конечно же, заинтересованы в первую очередь. А вот и наша уже вторая на очереди орхидейка. Показываю, как и в прошлый раз, состояние корней в горшке. Сейчас ее достану и поделюсь внешним видом после. Чего и в принципе стоило ожидать здесь точно так же, как и в случае номер один, в ситуации под контролем. Корни идеальные. Они, как я люблю это называть, образцово-показательные. Очень большая охапка корней. Посмотрите, большим таким колодцем сформированы хорошие толстые корни, которые соответствуют и размеру, и качеству предыдущей первому растению. Итак, сейчас я ее посажу и покажу, как они вместе поместились. И поместились ли. Посмотрите, как мне удалось удачно подобрать емкость, помимо того, что они и поместились удачно, полностью, вместе, без травм, без сложностей. Так мало того еще осталось воздушное пространство, которое, конечно же, мы заполним новой свежей корой. Это будет кора, которую я вам показывала только что, то есть не то, чтобы она в контексте от слова нового с магазина, а в контексте, что это будет еще свежая кора, которая будет также снабжать те корни, которые сосредоточены по краю. Они настолько идеально, что называется, стали, посмотрите, полюбуйтесь, вот даже специально еще не поленюсь и продемонстрирую вам то, как мне удалось их поместить в такую емкость, которая вот по размеру. Это очень важно. Не берите маленькие, потому что вы неизбежно придавите корни или их поведите. Не берите очень большие, которые в два раза превышают объемы корневой системы. Это точно также неизбежно приведет к тому, что та кора, которая не будет обработана корнями, не будет ими никак перерабатываться, то есть та влага, которая там будет застаиваться, она будет прекрасной средой и местом для непрошенной кости, будь то грибок, бактерии, инфекции, ну или банально вредители. Покажу вам еще с этого ракурса кусочек рабочий. Не обращайте внимания на те кусочки коры, которые здесь у нас присутствуют в кадре. Это полностью художественный рабочий процесс, который, конечно же, без него никуда нам ни деться, ни одна пересадка не обходится без такого хаоса. Итак, сейчас мы заполняем те карманы, которые у нас образовались. И, кстати, еще раз повторяю о том, что керамзит тоже я внедряю вместе с корой, вместе с древесным углем и мхом с фагнумом поверху. Потому что в таких больших объемах, чтобы была повышенная рыхлость, потому что, помимо того, что горшок непрозрачный и дренажный выход только снизу, по краям нет никакого воздухообмена. Поэтому в таких посадках керамзит наше все. Итак, полностью мы уже заполнили все воздушные карманы, но при этом не уплотняли, не утрамбовали субстрат, скажем так, руками. Вы знаете, по краям горшка мы так не трусили, потому что, чтобы все-таки воздухообмен оставался в присутствии. Это крайне важно. И теперь самое время пришло. Звездное время, звездный час пха с фагнумом. Это завершающий уже конечный штрих. И, кстати, это очень удобно, когда в горшке керамическом, помимо того, что есть дренажные выходы для слива воды, еще есть такие поддоны, которые помогут вам контролировать то количество влаги, которое будет стекать. Я всегда делаю на это расчет, потому что, конечно же, в непрозрачных стенках тяжело, особенно новичку, понимать и чувствовать ту меру просыхания и меру увлажнения. Итак, я уже готова показать все результаты моих трудов. Итак, это ракурс первый. Вот так вот, это, скажем, не с лицевой стороны, но я поделюсь со всех боков, дабы точно можно было убедиться нам вместе с вами, что все прошло так, как полагалось. А вот и подошла наша лицевая сторона, которая самая удачная, самая выигрышная, та, которая сосредоточена в сторону, по направлению к окну и где растут, куда тянутся наши цветоносы. Это такая витринная версия, которая удачно будет смотреться на моих фотографиях, поэтому приглашаю вас сейчас, очень самое время, в свой аккаунт Instagram. Если вы посетите, зайдете ко мне, вы там обязательно останетесь, потому что, ну, невозможно устоять перед этой красотой. И еще покручу, поверчусь и этих сторон. Очень важно то, что между этими орхидейками осталось пространство, которое поможет как минимум не притенять листьями одну орхидейку другую, и, конечно же, будет обеспечивать воздухообмен между кустами, потому что просыхать они должны, стоять в воде они не должны. Конечно же, сейчас мелькает и в кадр попадает не совсем декоративный вид одного из листочков растения, которое в прошлом году пострадало от солнечной активности, это ожог. Но не суть в этом, просто и решила прокомментировать, потому что очень он просится на передний план, поэтому, конечно же, могут появиться вполне оправданно вопросы про это, такой какой-то странный пятно с ободком. Итак, еще, еще показываю, сама вместе с вами наслаждаясь тем результатом, который получился, я правда довольна, мне все нравится, а самое главное, то, что растение своим видом удовлетворяет меня полностью, потому что я вижу, что и место осталось, и корни поместились. И, как я уже начала говорить про особенность этого горшка еще в том, что он помогает сохранять симметрию кустов, он удерживает и защищает листья орхидеи от риска того, что они потеряют равновесие и могут завалиться, потому что у меня что-то становится в свободном плавании. И это, конечно же, очень часто является причиной того, что растение может перевернуться. Поэтому, конечно же, такой весьма тяжелый горшок поможет мне предотвратить подобные результаты. Ну и, конечно же, спустя непродолжительное время, то есть увлажнение сразу моментальное после пересадки мы не проводим, потому что помимо того, что был риск, вероятность всегда у каждого того, что вы могли нечаянно, незаметно где-то что-то задеть, где-то что-то придавить. То есть тем более я показывала вам тот небольшой ранку, которая образовалась вследствие излечения корней из горшка, то тем самым мы поливать сегодня не будем. Пускай все подтянется, затянется. И тем более кора у нас, которую я использовала, вы, наверное, уже успели заметить, была немножко такой влажной, потому что, как я уже сказала и говорилось, это уже использованная кора, та, которая у меня в растениях была. Поэтому, конечно же, она немножко у меня влажная, потому что я никогда не допускаю полное высушивание субстрата. Это связано с пересушиванием потом корневой целом. Поэтому нам понадобится пару-тройку дней для того, чтобы все срезы подзасушились, подзатянулись, подзажили. И, конечно же, субстрат уже тогда достигнет той меры просыхания, когда уже будет пора бы его бы и подувлажнить. Итак, именно в тот момент я сниму продолжение этой саги пересадки групповой. И, конечно же, вместе с вами мы польем это растение. И что самое важное, покажу, каким способом мне удается поддерживать в идеальном состоянии и корни, и листья групповых посадок своих орхидей. Продолжение следует...